Девушки отдыхают Мы все знаем, завтра будем Опять прошла неделя, ни сегодня, ни завтра Вот уже полтора года жители улицы Заозерной ждут, по кому ПТС и ССО отремонтируют их дорогу В 2014 году там прокладывали водопровод Люди оплатили работы по восстановлению дорожного полотна Однако ВОЗ, как говорится, и ныне там Трое детей у меня, совершенно верно Услышали, что, пожалуйста Дети сейчас усилили Многодетная семья осталась без крова Пожар, случившийся сегодня ночью, полностью уничтожил дом по улице Аэродромной Отец с тремя детьми на руках остался на улице Специалисты налоговой службы подробно рассказали О сроке уплаты имущественных налогов О том, кто должен уплачивать имущественные налоги О порядке предоставления налоговых или инвестиций В рамках дня открытых дверей сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 8 провели консультации по вопросам налогообложения и напомнили о сроке уплаты имущественных налогов И теперь обо всем подробнее Жители улицы Заозерной уже полтора года ждут, когда им восстановят дорожное полотно, поврежденное при прокладке водопровода Люди переживают из-за того, что счета за ремонт дороги они оплатили еще в мае 2014-го А работы не произведены до сих пор Собирается ли вообще предприятие текущего содержания санитарной очистки браться за их улицу? Ответ на этот вопрос в следующем сюжете В мае прошлого года жители улицы Заозерной решили провести в свои дома водопровод Но прежде чем водоканал приступил к работам, людей обязали оплатить будущий ремонт дороги Так как при прокладке труб дорожное покрытие неизбежно будет нарушено Мы оплатили за ремонт дороги 44 233 рубля Год мы подождали, пока уляжется грунт Стали обращаться в озеленение наше Пришли туда, нам сказали, к концу августа мы все сделаем Дождались мы конца августа, нет никого Не так давно пенсионеры наблюдали, как прокладывают водопровод на соседних улицах И подметили, что там дорогу отремонтировали и быстро, и качественно Чем Заозерная хуже, недоумевают ее жители Улица Спартака, улица Лесопинная Там все улицы чистые Приятно посмотреть А мы что, хуже других, что ли? Если здесь пенсионеры в основном живут Мы тоже люди, правильно? На руках у людей счет фактура с перечнем оплаченных уже работ по ремонту дороги Время от времени они этот список перечитывают И гадают, где же их деньги И когда же все перечисленное в счете наконец-то будет сделано Получается восстановление асфальтного покрытия стоимость 34 403 рубля Песчано-гравийная смесь 5830 И услуги спецтехники КАМАЗа мы оплатили 4 тысячи Итого получается 44 233 рубля 84 копейки Жители Заозерной уверяют, что не раз обращались в предприятии текущего содержания и санитарной очистки Каннска С вопросами о том, когда дорожное полотно на их улице отремонтируют Ведь прошло уже полтора года Однако вразумительного ответа им услышать не удалось Я неделю звонила, трубки никто не брал Выходила на секретаря Все-все, вот он в два часа позвоните, в четыре часа позвоните Звоню, никто трубки не берет Здесь я опять дозвонилась Улица Заозерная, да-да-да Мы все знаем, завтра будем Опять прошла неделя, ни сегодня, ни завтра Сегодня мы связались с директором предприятия текущего содержания и санитарной очистки Владимиром Шестовым В телефонном разговоре он заверил, что беспокоятся жители преждевременно Отсыпку гравием на Заозерной провели в августе И теперь необходимо ждать, когда он даст усадку, чтобы положить новый асфальт Это произойдет уже в ближайшее время, если будет позволять погода Сообщил Владимир Шестов Ольга Величко, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал Многодетный отец остался без крыши над головой Пожар, случившийся сегодня ночью, уничтожил дом и все вещи семьи Соседи обеспокоены, ведь отец воспитывает троих дочерей в одиночку И сейчас им попросту некуда идти Пострадавшие нуждаются в помощи Об этом в репортаже Татьяна Лисогор От пожара, который произошел сегодня ночью по адресу аэродромной 1 Пострадали целых две семьи Дом поделен на два хозяина Предварительных причин возгорания две Неосторожное обращение с огнем И короткое замыкание электропроводки Площадь тушения пожара составила 160 квадратных метров Усложнилось тушение пожаров Это отсутствие исправных наружных водоисточников Пожарных гидрантов вблизи горевшего дома То есть, они должны были отремонтировать Но почему-то они не были отремонтированы То есть, в дальнейшем мы будем по этому поводу разбираться И информировать администрацию города Каннска Часть дома, в которой проживал Александр С тремя несовершеннолетними дочерьми Выгорела практически полностью Семья смогла чудом спастись И если бы не соседка, которая первой забила тревогу Все могло бы закончиться еще большей трагедией Пол первой домой я возвращалась с работы Слышу, собака разрывается Ну, как бы пришла с работы, как бы значение не передала Ну, мало ли, собака лает Прихожу домой, ну, как обычно, там помылась Покушала и вроде как спать Дочка говорит, мама, что там фейерверки какие-то взрываются Ну, я как бы значение не передала Ну, мало ли, там праздники у кого-то что-то Она выглянула в окно, говорит, мама, мы горим Ну, я выскакиваю уже тут на улицу Давай всех соседей поднимать, всех будить, пожарку звонить Ну, тут уже, короче, все полыхало Уже до дома доходил пожар Когда приехала пожарная бригада, крыша дома Светланы уже пылала Очевидцы отмечают, огонь распространился очень быстро И все сгорело буквально за 20 минут Дом, надворные постройки, вещи Сейчас отец-одиночка с дочерьми остались без крыши над головой Их временно приютили соседи Трое детей у меня, несовершеннолетние Ну, как, услышали, что пожар Дети сейчас у соседей Никакие вещи даже не спасли Все сгорело Дети раздетые остались Соседи беспокоятся Старшие девочки 12-ти из 7 лет остались без школьных принадлежностей Есть вероятность, что их и трехлетнюю младшую сестру временно заберут в детский приют Мужчина, знаете, троих детей один воспитывает Мать оставила ребятишек Очень тяжело ему, трудно Нанимает няню, один работает, зарплата небольшая Хотелось бы попросить, чтобы администрация нашего города что-ли помогла хотя бы дать общежитие ему Ну, потому что сам он никак не выкармливается Вы же видите, вот все сгорело Абсолютно все Не удалось не спасти ничего Ни одежды, ни мебели никакой, ничего Семья Погорельцев нуждается в любой помощи Будь то строительные материалы, вещи, деньги Оказать поддержку и материальную помощь вы можете, позвонив по номеру телефона, который вы видите на своих экранах Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания Канск, 5 канал В Канске подростки ограбили дачу Сотрудниками полиции задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемых в краже имущества из дачного домика местной жительницы В отношении малолетних злоумышленников заведено уголовное дело Подробности в материале далее В дежурную часть полиции обратилась потерпевшая Женщина рассказала, что в ее отсутствие неизвестные лица проникли к ней на дачу в садовом обществе «Юность», откуда похитили электроинструменты и алкогольные напитки Ущерб потерпевшей составил более 20 тысяч рублей На адрес сразу же выехала следственно-оперативная группа Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и провели исследование По результатам полученных данных была установлена причастность к совершению кражи ранее судимого за аналогичное преступление 15-летнего подростка В рамках оперативно-розыскных мероприятий Судебные приставы помилили бабушек, которые не могли поделить внука Одна пожилая жительница Каннска, являющаяся опекуном мальчика, не позволяла другой общаться с ребенком, считая, что та разбалует внука С 2009 года бабушки отстаивали свои права на ребенка в суде После обращения в судебные органы был определен порядок общения бабушки с ребенком Но опекуна такое решение не устроило Исполнительный документ об установлении порядка общения с ребенком поступил на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Каннску и Каннскому району Каждую первую и третью субботу месяца гражданка могла видеться с мальчиком в присутствии судебных приставов Представители службы сумели помирить родственниц И некоторое время мальчик встречался с бабушкой без присутствия сотрудника службы Однако проблема обострилась снова Два месяца назад приставы вновь вселись за это непростое дело К нам поступило заявление взыскателя о том, что должник опять препятствует общению В настоящее время постановление об окончании исполнительного производства отменено И мы снова продолжаем принудительную работу по этому производству Сотрудники отмечают, такие дела особенно сложны в исполнении Такого рода исполнение исполнительных документов Оно всегда носит такую особую психоэмоциональную нагрузку Потому что, во-первых, это права ребенка То есть для ребенка в каждом конкретном случае здесь тяжело переносить вот такое общение Когда рядом с ним не только, например, близкие родственники Но и сотрудник службы судебных приставов Который находится при этом общении То есть вот все установленные часы Подобные дела встречаются в практике не часто Однако в последние два года заметна тенденция на их увеличение Сейчас на исполнении службы судебных приставов Находится 4 листа по определению порядка общения с ребенком Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы Как прошли дни открытых дверей в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 8 На страницах каких литературных сборников Теперь можно прочесть стихотворения каннских поэтов Какие вопросы будут обсуждаться на Каннском урбан-форуме Когда состоится чемпионат города по волейболу среди мужских команд А также вас ждет подробный прогноз погоды на последний день рабочей недели Не переключайтесь Делаете ремонт, а мечтаете об отдыхе? Участвуйте в акции в Таиланд с Евродекором С 1 августа по 1 ноября сделайте покупку на сумму от 2000 рублей И получите купон участника Евродекор Приятно выбирать, выгодно покупать Медицинский центр Багена представляет новый проект Клиника без боли Болит у вас голова, болят у вас ноги, спина, боли в животе Любая локализация болей мы к вашим услугам Первичная консультация по диагностике и лечению любых видов боли Будет осуществляться бесплатно Запись по телефону 3-90-00 А почему так дешево? Так товара-то вон сколько Эксперт чистит склад, снижает цены Так двухкамерный холодильник Атлан с перенавешиваемыми дверями Всего за 13 990 рублей Выгодно, проверено экспертом Натуральное дерево – идеальный материал для вашего дома В наличии и под заказ погонажные изделия для наружной и внутренней отделки Вагонка, террасная доска из сосны, лиственницы, осин, а также столярные изделия Имея собственное производство, мы можем предложить индивидуальную комплектацию и выгодные условия каждому покупателю Внимание! Акция «Осенний цинопад» Скидка на весь материал до 10% до конца сентября Центр комплектации малоэтажного домостроения Гаражная 20В Слушайте в Каннске на FM 102.2 Энерджи 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 Когда ты слушаешь это, это будет делать Энерджи Радио Энерджи Энерджи Телефон отдела продаж в Каннске 217-61 В реальной жизни супергероев И не бывает Пожалуйста, не оставляйте детей на дороге Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск Сотрудники межрайонной налоговой службы провели день открытых дверей для налогоплательщиков О каких новых требованиях и возможностях рассказали гражданам И как быть всегда в курсе своих налоговых начислений Расскажем в сюжете далее Часть восточной зоны Красноярского края Это территория налогового администрирования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 8 Расположенной в Каннске На налоговом учете тысячи физических лиц Которые являются плательщиками имущественных налогов Для них в инспекции во всех обособленных подразделениях Прошел день открытых дверей Участниками которых стали 290 налогоплательщиков Специалисты провели консультации по вопросам налогообложения И напомнили о сроке уплаты имущественных налогов Специалисты налоговой службы подробно рассказали О сроке уплаты имущественных налогов О том, кто должен уплачивать имущественные налоги О порядке предоставления налоговых или бонус Для налогоплательщиков проведены семинары По электронным сервисам Федеральной налоговой службы России В ходе акции 210 налогоплательщиков получили пароли К сервису личный кабинет для налогоплательщиков для физических лиц Электронный ресурс доступен каждому бесплатно Чтобы зарегистрироваться, необходимо обратиться в налоговую службу Предоставив паспорт и ИНН В личном кабинете можно получить информацию Об объектах движимого и недвижимого имущества О суммах начисленных и уплаченных налогов Распечатать уведомления и квитанции Кроме новых возможностей, у налогоплательщиков появились и новые обязанности С 1 января 2015 года налогоплательщики, физические лица Которые не получили уведомления об уплате налога В отношении объектов недвижимости, земельных участков Или транспортных средств, находящихся в собственности Должны будут до 31 декабря 2015 года Представить налоговый орган соответствующие сообщения И подтверждающие документы В таком случае начисление налога начнется с 2015 года Независимо от того, как долго физическое лицо владело имуществом Даже если налогоплательщики по какой-то причине Не получают налоговые уведомления Им следует обратиться в налоговую инспекцию лично А тем, кто зарегистрирован в личном кабинете Уведомления и квитанции на оплату налогов Можно распечатать с помощью электронного сервиса Отметим срок уплаты земельного, транспортного и налога На имущество физических лиц 1 октября Если налогоплательщики своевременно до 1 октября Не уплатят имущественные налоги Налоговый орган формирует документ выявления недоимки И уже на основании этого документа Формирует требование Направляет заказным письмом налогоплательщику В требовании указывает срок До какого он должен исполнить это требование Если и по истечению этого срока Налогоплательщик не выполнит свои обязанности Задолженность будет взыскана через суд Специалисты налоговой службы отмечают Чтобы не возникало проблем с уплатами И не появлялась должность пусть и даже в одну копейку Граждане в первую очередь должны сами интересоваться Своими налоговыми начислениями Татьяна Лисогор, Вячеслав Морозов Телекомпания Канск, 5 канал В свет вышел первый том литературного сборника Поэзия Сибири На страницах Альманаха читатель может встретить Стихи и каннских поэтов Сергея Яценко Софии Левченко и других Произведения по тематике отличаются друг от друга Однако объединены тем, что Написаны рукой сибирских поэтов Сборник поэзии Сибири Вышел в Красноярском издательстве Буква Статейного Этот же издательский дом прежде выпускал Поэтический альманах поэзия на Енисее На страницах которого также печатали Сканские поэты Поэзия Сибири более точно отображает Географию авторов С каждым годом она расширяется И теперь включает поэтов не только Красноярского края Но и других регионов Большинство напечатанных стихотворений Сергея Яценко военной тематики Сейчас напряженная обстановка Складывается в мире И в память о 70-летии Победы Значит, моя тематика военная Лирика, значит, напоминанием о том Что об отцах О тех, о наших сверстниках Которые в Афгане и в Чечне И погибает И о том, что идет на Украине Сейчас Гражданская война Еще более мощная тема войны Образы ветеранов Великой Отечественной И участников боевых действий В Афганистане и Чечне Прослеживается в произведениях сборника Память о победе Он вышел в одно время с поэзией Сибири Среди авторов Также наши земляки Вроде Все хотят, не хотят войны Все хотят мира Ну вот Четыростишее такое Меркель не Гитлер Он не она Зачем немцам С русскими снова война Сборники поэзии о Сибири И память о победе Уже разошлись широким тиражом И доступны читателю Анастасия Мосина Александр Минеев Телекомпания Канск Пятый канал Канск готовится к проведению Урбан-форума Многопрофильный молодежный центр Совместно с краевым штабом Флагманской программы Моя территория Приглашает жителей Каннска Обсудить проблемы Благоустройства родного города В настоящее время Активисты уже сформировали Программу форума И готовы к регистрации участников Подробности далее Урбан-форум в большей степени Это продолжение работы Молодежного форума Территория 2020 Он задуман с целью создания И улучшения Общественных уличных пространств Обеспечения комфортной Уличной среды в Каннске И содействия развитию Сферы благоустройства Ожидается, что участие Примут представители власти Депутаты и бизнесмены 25 сентября в 2 часа Мы всех жителей Заинтересованных в благоустройстве Города Каннска В улучшении инфраструктуры города Приглашаем на наш урбан-форум Урбан вообще в переводе Это значит городской Это все о городе О проблемах Обсуждении молодежи Представителей власти Депутатов И представителей тех организаций Которые заинтересованы В улучшении жизни В нашем городе Поэтому мы приглашаем На это мероприятие Как меняется территория С участием жителей Как спроектировать Благоустройство двора Как выстроить диалог С властью и бизнесом Ответы на эти и другие вопросы Попытаются найти Участники первого Афганский урбан-форума В программе Лекции, мастер-классы Презентации проектов По благоустройству Регистрация участников форума Начнется в 14.00 25 сентября На базе Многопрофильного Молодежного центра Восход Вполне возможно Что итогом Проведения форума Станет создание Программы Благоустройства города Анастасия Мосина Александр Минеев Телекомпания Канск Пятый канал Новости спорта В октябре В Канске Открывается волейбольный сезон В спортивном календаре Много значимых И интересных турниров Участие в которых Федерация волейбола Приглашает принять Команды города и района Уже вовсю идет Подготовка к Кубку И чемпионат Уканска В этом турнире Нам бы хотелось бы Видеть еще наших молодых Талантов Это то есть Учащихся 10-11 классов Которые мы никак Не можем добиться И привлечь их к нам На турнир Не знаю с чем это связано Но Пока мы столько У нас играют Все закоренелые команды Также у нас играют Ветераны Которые Постоянно у нас учат На турнире Составная часть города Это у нас Сейчас 7 городских команд Также еще у нас Есть 4 команды Которые привлекаются С районов Это Иландск Держинск Абан И Бородино 7 октября Состоится открытие турнира На нем соперники Смогут познакомиться И оценить силы друг друга Игры пройдут По круговой системе Уже 11 октября Начнутся игры В рамках чемпионата Команды будут разбиты По группам Для того чтобы принять участие Необходимо зарегистрироваться В Канской Федерации волейбола Евгений Елисеев С прогнозом погоды На пятницу Завершит выпуск Я же прощаюсь с вами И напоминаю Что своими новостями Вы можете делиться С нами по телефону 2-35-65 А узнавать о происходящем Не только в городе Но также в крае и стране Можно на нашем сайте Тройное даблы Пятый канал Точка инфо Не забывайте Также заходить И на нашу страничку Вконтакте С вами был Леонид Турков Всего вам доброго И до свидания Здравствуйте Вы смотрите Прогноз погоды На пятом канале С вами Евгений Елисеев Национальный день комиксов Отмечается в эту пятницу В Соединенных Штатах Америки А согласно народному календарю 25 сентября Артамон Змеевик Этот день считался Важным днем для охотников Также свой день рождения В этот день Празднуют американские киноактеры Майкл Дуглас И Кэтрин Зетта Джонс Спонсор прогноза погоды Компания ФСК Более 20 лет Компания ФСК Работает для вас Пластиковые окна Это спасение для вас От шума Пыли Морозов И сквозняков Уже 12 лет Производственная компания ФСК Работает для вас Мы предлагаем окна В расстрочку Без первоначального взноса ФСК Окна сейчас Деньги потом 25 сентября В Канске пасмурно Небольшой дождь Ветер западной силы До 1 метра в секунду Атмосферное давление Составит 745 миллиметров Ртутного столба Температура ночью Плюс 1 Плюс 5 Днем До плюс 9 градусов Вот такая погода Нас ожидают В ближайшие сутки Я желаю вам Всего доброго До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова